Здравствуйте, сегодня мы поговорим о такой игровой приставке от компании Atari, Atari 7800. Давайте начнем. Итак, Atari 7800 это игровая приставка, выпущенная компанией еще в июне 1986 года. Вообще она вышла еще 2 года назад, в 1984 году, в качестве пробной версии. Однако из-за того, что был величайший крах рынка, она не выходила вплоть до 1986 года, пока Nintendo и Sega не оживила этот рынок. Конечно на тот момент Sega Master System и Nintendo Entertainment System смотрелись куда более современнее, в отличии от Atari 7800. Тем самым у людей уже пропадал интерес к приставкам Atari. Сама приставка, а также игры, уже бледно смотрелись на тот момент. Проще говоря, плохо. Конечно да, для этой приставки были уже переизданы старые хиты, и это было сделано для того, чтобы привлечь внимание поклонников приставки. Но, к сожалению, это не сработало, ведь геймеры ждали новых хитов, которые, к сожалению, так и не вышли. Сама приставка и игры для нее продавались очень вяло, и в 1989 году с появлением 16-битных приставок она практически загнулась. Это печально. И возникает такой маленький вопрос, а зачем ее вообще создали? Я вышел в интернет с таким вопросом. Дело в том, что в 1982 году вышла такая приставка под именем Atari 5200, которая, к слову, оказалась самой неудачной приставкой для Atari. Поэтому модель 7800 была создана в качестве ее замены. Замены именно модели 5200. Но дело было не только в этом. У Atari была только одна главная цель. Возродить превосходство на рынке игровых приставок, которые она делила с Nintendo и Sega. Да и тем более эта приставка имела аж 4 плюса. Первый плюс заключается в том, что вместо аналоговых джойстиков она имела просто цифровые. Второй плюс заключается в том, что она была почти совместима с другой приставкой Atari 2600. Третий плюс заключается в том, что она очень мало стоила, всего лишь 140 долларов. И последний, четвертый плюс, который я выделил, заключался в том, что ее можно было дополнить до полноценного домашнего компьютера. Просто нужно было подключить специальную клавиатуру, которая, к тому же, имела порт расширения для подключения периферии. Да, вот такая вот приставочка была. Но дальше пошли дела только хуже. Atari выпустила еще одну говноприставку после Atari 5200. Это Atari Jaguar. Ух, поверьте, это такое дерьмо. Которая, сука, еще стоила 250 еб***щих долларов. Она еще и позиционировала себя, как первая 64-битная приставка. ПИСАДЯШ! Да к тому же, б***ь, они после этого выпустили Atari Jaguar CD. К слову, если ты ее подключишь к Atari Jaguar, то она, б***ь, будет выглядеть как унитаз практически. и ну скажите похоже это на унитаз или нет я думаю что да ладно немного успокоимся и поговорим уже про другую приставку насчет технических характеристик atari 7800 процессор мост их но вот же 6502 ну или же atari сали 6502 как его еще называют частота этого процессора была такова 179 мегагерц но можно было ее снизить до 1 19 мегагерц если был доступ чипов т.а. или riot что оперативной памяти что внутренней памяти было 4 килобайта в принципе неудивительно графика для atari 7800 служит специализированный графический контроллер maria я не шучу он действительно так назывался можете в интернете найти если не верите а его частота была такова 716 мегагерц звуковой чип такой же как и у atari 2600 от тебя належите ай в некоторых картриджах мог вставляться также и другой аудио чип покей который мог создавать более продвинутые свой который мог создавать более продвинутые аудио эффекты ну и последнее это порты два порта для джойстиков один порт для сменных картриджей с играми один разъем для расширений разъем питания и высокочастотный видеовывод или видео выход неважно эмуляция atari 7800 имеет эмуляторы однако их всего лишь два это ему 7800 который работает через платформу днеид фреймворк и про систем который был написан на языке си плюс плюс а нет немного набрехал на сайте tv games есть аж еще два эмулятора v800 который был написан для доса и mess но не забывайте что mess это не только эмулятор 7800 он еще эмулирует некоторые другие платформы эти эмуляторы можно скачать на сайте mln.net и tvgames.ru можете выбрать любой сайт мне без разницы хотя я предпочитаю для использования сразу два сайта